Нет, я не пил. Если бы я пил, то у меня бы вообще претензий не было. Я посмотрел Ведьмака где-то серии 5, по-моему. Сериал слишком гениальный, чтобы его можно было обсуждать. То есть, по-моему, отличный ремейк на сериал про Геркулеса из 90-х. За что Цири настолько сас? Так в смысле, Цири в игре? В игре сас, как бы. В сериале нихуя не сас. Ведьмак вышел, да. Уже все посмотрели, чувак. Малена, 100 рублей. Я про ёб или ты про вечера не говорил? Скажи своё мнение на сериал. Как по мне, если в отрыве от книг смотреть, то неплохое взрослое Dark Fantasy расчленёнка и сиськи, моё почтение. Единственное, сцену спойлер с дракой Йен на мечах невозможно осилить. Да и жалко, что у них не люгард получился с какими-то злодеями, с криповой магией и кривыми мечами. Вы реально хотите детальное мнение моё по вечеру, да? Я выключу музыку, пожалуй. Смотрите, вот я вчера сел смотреть сериал Вечер. Посмотрел где-то эпизод, по-моему, 5. Эпизод это то, что в России называется серия. Значит, посмотрел эпизодов 5. На протяжении вот этого просмотра всего я думал, вся в голове, особенно в начале. Теперь просмотром, в начале просмотра, там первый эпизод, например. Я вот думал, какой бы мне придумать троллинг? Какой бы мне придумать троллинг на тему того, что мне понравилось? Да, то есть вот. Чём, нельзя же просто взять и сказать, ха, мне понравилось, вы все говноеды, да? Это не троллинг, это, блядь, сарказм. Типа, все поймут, что это сарказм. Троллинг не получится. То есть там надо реально найти что-то такое, чтобы можно было показать пальцем и сказать, что... Вот, во-первых, это хорошие моменты в сериале, да? А во-вторых, те моменты, которые вы считаете, что плохие, они на самом деле либо, типа, нейтральные, да? Либо они вообще хорошие. Вот, проблема в том, что что-то у меня не получилось в итоге. Повторюсь, поэтому я и говорю, что сериал слишком хорош, чтобы его можно было обсудить как-то содержательно. Ну, смотрите, значит, в отрыве от того, что я уже постил на стене ВКонтакте, да? То есть в отрыве от там цыганских эльфов, там и вот всякого такого, да? В отрыве от всего этого. Структура нарратива вообще этого сериала, какова она? Как он устроен? То есть королевскую, значит, семью Цинтры нам сначала показывают умирающими в первом эпизоде, а потом во флэшбэке много эпизодов спустя нам показывают сцену с ежом Дани. Да? То есть... Зачем? Какой смысл сначала показывать то, как умирают персонажи, непроработанные совершенно? Значит, то есть они не имеют никакого веса, мы не знаем, что это за хуи, если мы книжки не читали. А если мы книжки читали, то мы кринжуем от того, как эти персонажи адаптированы все равно. То есть если мы книжки не читали, то мы не знаем этих персонажей, нахуя их убивать сразу, нахуя сразу показывать, как их убили. Вот именно в таком порядке, в стиле криминального чтива. Непонятно. Ну, хуя показывать предысторию Йеннифер, в принципе, которой в книжках просто нет. Это же вы... она же выдумана полностью. Предыстория, она основана на брошенной какой-то фразе, в словах автора, по-моему, на тему того, что Йеннифер, она была стрёмная, но теперь она красивая и вечно молодая, благодаря зельям, и у нее детей из-за этого быть не может, как бы. И типа, все там, эта фраза, она как бы, ну, просто на выброс была. Они из этого сделали сюжетную линию на несколько серий по часу. Это... Я бы даже не сказал, что это странно, это просто плохо. Есть обезрядное количество моментов в отдельных эпизодах, вот как вот, с остановлением Йеннифер, которые просто непонятны. То есть, когда всех учениц, значит, чародеек превращают в угрей, Тесае превращает всех в угрей, говорит, Йеннифер, столкни их в воду. Она говорит, нет! Блядь, ты тупая мразь, это угри. Это угри, блядь. Они не могут дышать на суше. Столкни их в воду. Они не утонут, блядь, Йеннифер. И после этого у них какой-то разговор из рандомных фраз. Я смотрел в оригинале. То есть, это не, блядь, перевод хихикующего доктора, нахуй. Да? Но диалог все равно на уровне хихикующего доктора, блядь. Я даже не помню, что там именно было сказано. Я просто, блядь, охуел. Потому что я, типа, я книжки читал все, я помню, что там. Вот. И все равно я не понял, что, блядь, Петисая говорил и Йеннифер в той сцене. Значит, что еще? Что еще меня напрягло? Ну, помимо перекрашивания всех персонажей, смотрите, я не против разнообразия. Я не против того, чтобы были черные персонажи во вселенной Ведьмака. Но было огромное количество способов сделать это лучше. В том виде, в котором это было сделано, это хуево, даже с позиции матчасти, мультикультурной социальной справедливости. Объясняю, почему. Смотрите. Во-первых, угнетение во вселенной Ведьмака, оно показано на примере угнетения эльфов, краснолюдов, низушек, там, и всяких так называемых нелюдей, соответственно, людьми. Угнетение поставлено в полный рост. Так-то, если подумать, нелюди во вселенной Ведьмака, ну, классификационно не являются нелюдями. Потому что они могут скрещиваться с людьми и иметь плодовитое потомство. То есть, там бывают полуэльфы, четверть эльфы и так далее. Все это говорит о том, что нелюди, которых называют нелюдями, они нелюдями не являются. То есть, нелюдь это просто оскорбление расовое во вселенной Ведьмака. То есть, иными словами, меньшинство изначально в книгах показано так. Показано гармонично очень. То есть, например, аллюзии на антисемитизм во всяких Европах, там, и в Советском Союзе, ну, в полный рост. Очень просто, на самом деле, продемонстрировать. И то, как угнетение этих всяких меньшинств некоторым, значит, гордым цивилизациям в итоге выходит боком. Когда, значит, этими меньшинствами, как рычагом, пользуются интервенты. То есть, это вот на примере того, как нельфгардцы в книжках про Ведьмака юзают эльфов-повстанцев, которые скрытали. И так далее. То есть, там так, ну, нормально все в этом плане. Угнетение в книжках про Ведьмака также показано в виде девочек, рожденных под черной луной. Которых там массово убивают, значит, и разбирают на части. Ну, Стрегобор в какой-то мере в Ведьмаке Стрегобор это такая демоверсия Вильгефорца, если подумать. То есть, как Стрегобор был, значит, чародей, который верит во всякие пророчества, которые очень специфически относятся к женщинам. И любят их резать и препарировать, потому что, ну, как бы у него обычных отношений там не очень получается. Вот. Так, в общем-то, и Вильгефорца. Но Вильгефорца, он как бы на следующем уровне диалектической спирали просто. Значит, в фильме это все просрано в угоду тому, чтобы половину персонажей сделать не белыми. То есть, что сделано в фильме? В фильме эльфы бывают белыми и черными. Люди бывают белыми, черными и азиатскими. Триады бывают черными и, по-моему, более-менее белыми, хотя в гриме непонятно. И на это никто не обращает внимания. То есть, это вообще никто не замечает. То есть, самое близкое к тому, чтобы кто-то в этой средневековой стране, да, где большинство населения белое, заметил, что кто-то из черных персонажей черное. Это вот сцена, когда... Как волшебницу... Как звали волшебницу, которую определили в Нильфгард? Это из книги персонажка. Это персонажка из книги, но ее... Френгилье Вига, да? Да, вот. Когда, значит, вот этот вот король, к которому хотели Френгилье Вига, значит, определить, когда он говорит, что я предпочел бы кого-нибудь местного. И то это можно понимать как угодно. То есть, она, в принципе, могла бы быть белее снега, и эта фраза, в принципе, имела бы столько же смысла. Предпочел бы кого-нибудь местного. Потому что это, в общем-то, мрачное средневековье. Это, в общем-то, мрачное средневековье. И там, собственно, как бы... Если человек, он из какого-то другого села, то это человек другого биологического вида вообще. Вот. Значит, там... Так, что бы еще хотелось заметить? Ужасно срезаны некоторые сюжетные линии. То есть, в самых, блядь, неожиданных местах. То есть, например, сюжет с этим чертом, с Сильваном, который Торкви, и эльфами, опять-таки, там, где Филавандриль появляется и так далее, эльфы их просто отпускают. То есть, просто хуяк и отпускают. Это просто пиздец. То есть, они, как бы, держат нож, как бы, у него на горле. Следующая сцена. Эти двое оттуда уже ушли. У Лютика новая лютня. И все. Какого хуя. В книжке, если что, этот квест, он разрешился так, что появилась баба со сверхспособностями из ниоткуда, и все пофиксило. Причем, это было достаточно специфически оформлено. Такая вот отсылка на Деус Эксмахина из средневековых трагедий. Сапковский вообще очень много играется с примитивными тропами такой фолк-литературы, так скажем. То есть, с тропами из всяких популярных пьес старых, которые для быдла ставились. Ну, вот как Шекспир, например. И с тропами из сказок. Причем, играется он с ними не как это делает Толкиен, а гораздо более приземленно. То есть, там как-то без пафоса, там больше деконструкции. И Википедия, кстати, видимо, как классифицирует как постмодернистская фэнтези, если что. То есть, это как Терри Претчетт в этом плане. А не как Толкиен. Пишет Шекспир для быдла. Ну, понимаете, как бы в свое время, да, он был именно для рабочего класса. Спасибо за подписку. Спасибо. В свое время Шекспир, он действительно был для людей такого рабочего класса. Театр, это было развлечение не для знати. И Шекспир, это он был как Тарантино своего времени. То есть, по меркам тогдашней Англии, вот эти все, вот это Макбет, блядь, когда в конце Макдафа выходят с отрубленной головой в руках. Или когда в зимней сказке там чувака медведь прогоняет со сцены. Это вот именно такое искусство, которое очень хорошо ювелирно выполнено, но в ней много экшена ради экшена. И его современники, которые там могли быть придворными поэтами королевской семьи, они на это все смотрели как на говно, по большей части. Потому что это скорее вписывалось в ряды всякого творчества вот именно для быдла. То есть, про шлюх всяких. То есть, вот, мальтийский еврей Кристофер Марло. Будет ли Дота? Ну, типа, как бы, если Свянов вытерпит про странные рассуждения про Ведьмака, то будет Дота. Как бы, если не вытерпит и уйдет, то Дота, наверное, не будет. Я просто так думаю, что, наверное, Свянов донатил на то, чтобы как бы с нами вместе играть. Дота будет, пишет Свянов. Окей, значит, будет Дота. Вот, то есть, я думаю, где-то за 2 часа до конца стрима можно будет заводить. То есть, это... Как бы... Ну, понятно, короче, там, сами посчитайте. Вот, а что я еще сказать хотел по поводу... По поводу Ведьмака. Кстати, насчет Ведьмака! Да, по поводу Ведьмака. Пишет, что за Свянов. Свянов это чувак, который вдонил 120 косарей на Доту. Значит... Кстати, насчет Ведьмака! Так, надо, короче... Надо продолжить про Ведьмака. Кузьма хорошо сыграл Ведьмака. Да, смешно. Подкиньте мысль, что я еще про Ведьмака... Вот, вот, что я еще про Ведьмака не сказал. Че я еще про Ведьмака не сказал. Дисапоинтед! Ну да, я говорил, что это, по сути дела, ремейк сериала про Геркулеса. То есть, они полностью просрали... Они полностью просрали динамику дружеских отношений между Ведьмаком и Лютиком. Вот. У них получился Геркулес и Эолай. Короче. Серьезно. То есть, вот, вот, реально. Возьмите эпизод любой, там, где Ведьмак ходит туда... Возьмите, короче, знаете что... В каком эпизоде, блядь, Геральт с Лютиком знакомятся в сериале? Во втором, да? Посмотрите, значит, вот второй эпизод Ведьмака. И отыщите первый эпизод сериала про Геркулеса, блядь, где он с Эолаем знакомится. Там, когда Эолай, короче, он шут, он работает шутом, блядь. А потом они Медузу побеждают вместе. Это, блядь, один тот же сериал просто. Это пиздец полнейший. Значит, вот, что я не договорил. Я не договорил по поводу обрезанных сюжетных линий. В сюжете последнее желание, вот тут у меня реально жопу разорвало. Потому что сюжет с эльфами, там, с этим, с чертом, с Филавандрилем, блядь. С чертом Торкви, с эльфом Филавандрилем, блядь, с Терувелью и так далее. Это, 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 это мой, это нелюбимый мною сюжет. Типа, мне он не нравится, он скучный. Для меня он скучный. То есть, там слишком много пиздежа от эльфов-сепаратистов, блядь. Я такое не очень люблю. Это вот, ну, национализм малых народов. Это, это, я, я, я тут съешь с арматом солидарен. Вот, а как бы, но вот когда сюжетная линия с последним желанием была срезана, блядь, как же это по-мудацки было сделано. Да, как урезали сюжет с последним желанием. Убрали момент с тем, когда Геральт выкрикивает, как он считает эльфийское заклинание. А потом выясняется, что он сказал Джину, go fuck yourself. Причем, блядь, сериал-то на английском. Это же даже больше смысла имело бы, чем в русской, в русской локализации. Потому что по-русски не говорят и еби себя в качестве ругательства. По-английски это устойчивое выражение вполне. То есть, было бы, было бы топово, как бы. Он, типа, произнес эльфийское заклинание. Потом Йеннифер его спрашивает при разговоре, типа, какое это было заклинание. Он его произносит, она говорит, ха-ха, это не заклинание, это ты ему сказал, go fuck yourself. И это было твое первое желание. И ты удивляешься, почему Джин такой-такой злобный, блядь. Как бы, то есть, это же охуенный момент, как бы. Ну, по-моему, это же смешно. Как бы, это же хорошо написанный, как бы, нетривиальный сценарий. Блядь, для фэнтези, по крайней мере. Такого, около пародийного. Но нет, блядь. Надо все просрать обязательно. При этом, из этой хуйни непонятно, куда просралось первое желание, блядь. Каким было первое желание. В общем, короче, блядь, это все очень плохо. Очень плохо. Че бы еще хотелось бы заметить. Отвратительная Трис. Просто вот ужасная, сырная полу-гремлинша. Просто, блядь, каждый раз, когда она в кадре, очень плохо. Вообще, очень плохо. Йеннифер. Йеннифер просто не подходит внешне на роль Йеннифер. Так-то она внешне отличная. Вообще, претензий никаких. Но она на роль Йеннифер не подходит. Потому что Йеннифер была очень белая. Очень бледная. Там, во второй книжке, там есть сцена Ебли, где описываются ее соски. И они бледно-розовые. Вот. А не черные, как Сажа. Как бы. То есть, тут такой момент. Хотя, учитывая, что... Учитывая, что, в общем-то, половина персонажей просто поменяли цвет полностью. То это не так страшно, на самом деле. Вот. Значит, что еще хотелось бы заметить? Сериал в целом выглядит очень дешево. То есть, я не знаю, какой там бюджет. Я не смотрел, какой там бюджет. Вроде бы говорили, что там бюджет, как у Игры Престолов. Что-то, блядь, в глаза не бросается. Выглядит очень плохо. Выглядит... Выглядит, как если бы в первых сезонах Игры Престолов попытались драконов нарисовать. То есть, вот очень небогато. То есть, сцены со спецэффектами через раз. То есть, иногда там графика бывает просто как, блядь, в заставке к первому Ведьмаку. Битва со Стригой. Иногда бывает анимация неплохая. Джин тот же нарисован просто ужасно. То есть, поставлен вот этот дефолтный, короче, эффект летающего дыма. Бзжжж, вот так, бзжжжж, он летает. Бюджет каждой серии 10 миллионов долларов. Ну, понятно, все на Генри Кевилла, короче, ушло по ходу. Потому что на 10 миллионов долларов можно было бы ого-го снять. Это же в два раза больше, чем бюджет ночного дозора. Ну и это по-любому больше, по-моему, чем бюджет Дневного Дозора, например Ну, вспомним, какие там спецэффекты были и в каком году, блять То есть, опять-таки, либо спиздили, либо на Генри Кевилла просто ушли все деньги Вот Во время, значит, сцены с Ежом Ему шлем снимают сразу Это, на мой взгляд, вообще не эффектно, нихуя Зачем так было делать? Можно было надизайнерить ему хороший доспех с шипами, как, в общем-то, было в книжке У него шипастый доспех был И чтобы он в нем пробыл какое-то время У него был бы гулкий голос такой, резонирующий Вот А потом, блять, ему скидывают эту хуйню Кстати, не понял, когда Нильфгардцы нападают на Цинтру Там император Нильфгарда как-то по-другому назван Ведь, по-моему, когда Нильфгард Когда Нильфгард сжег Цинтру Нахуй, значит Захватил Цинтру Там император уже был Эмгир И его и называли Эмгир Как бы То есть, там мне немного непонятно Его как-то каким-то другим именем там назвали Хотя, по-моему, в книжке его просто называли Ну, типа, всю дорогу его называли Эмгир Ну, всю дорогу, как когда он император, собственно Уже, когда он всех захватывает У него же, типа, псевдонимов нет Он уже, ни еж, ни хуя То есть, там странная хуйня, кляда Сцена битвы 10 из 10 Пехота тупо чаржится на конницу Ну, знаешь, у меня немного атрофировано Вот это вот ощущение Реалистичности битв Или нереалистичности битв После восьмого сезона Игры Престолов Просто я не могу оценивать реалистичность битв В кино и в сериалах Это у меня отпало совершенно Я отказываюсь смотреть на то Как, как, кто, где сражается Ну, его нахуй Последний раз-ка я это сделал Когда Игру Престолов смотрел Мне очень больно до сих пор И там я книжки не читал, блять Да, с Ренфри, кстати Сюжет, по сути дела, проебан В книгах вообще не упоминаются Другие правители Нильфа, кроме Эмгара Есть такой, да Кто называет детей с Ренфи С Ренфи не знаю, что такое Эмгыр Ну, вот Нильфгардские такие имена Эмгыр, Кагыр и так далее Я тебе больше скажу Они гэкать должны Потому что они в оригинале через H написаны То есть он Эмгыр А рыцарь, который Цири похищает А потом становится добрым Это Кагыр, соответственно То есть там не только Там еще и Г Вот такой вот Нильфард, блять Такой вот Нильфгард, короче То есть они гэкают Скорее всего не как хохлы А как эти, как чехи Ну то есть Я не знаю, возможно В курсе или нет Но Прага Она на самом деле Прага Меня заинтересовало Ренфри по сериалу Но ее тут же слили Ну типа Понимаешь в чем дело Там всех тут же сливают Потому что Им не терпится Избавиться от этого Назойливого первоисточника Вот насрать Вот просто вот Блять На отъебись Просто для галочки Чисто поставить В какую-нибудь хуйню Рандомную И поскорее начать писать самим Потому что они По сути дела За один сезон За один сезон Расходуют сюжетных линий Где-то книги на две То есть они очень быстро Идут вот в сторону Поскорее бы Там значит Вильгефорд Вся хуйня Там Регис Блять Скорее бы самим Начать хуярить Вот То есть Ну видно что Как бы Люди обожают Обожают Блять Первоисточник Да Заебись Генри Кевилл В роли ведьмака Как мне Генри Кевилл В роли ведьмака На фоне Все остальные хуйни Вообще Заебись То есть вот Серьезно Претензии Конечно есть Что блять Он огромный Шмот Блять Мясо Ну типа Ведьмаки Они не такие Они тощие Желестые Блять Если это не Лето Из компьютерной игры Вот Как бы Что еще Ну актер Он такой Невыразительный Но я не верю В актерскую игру На самом деле На мой взгляд Плохая актерская игра Это плохая режиссура Просто Вот Ну так да У него в большинстве сцен Выражение лица Такое как бы Как будто перданул кто-то Короче Знаете вот Был такой мемчик Мегуста Если кто помнит Где Такое выражение лица Недовольное Такое Дисаппойнтед Да Причем во всех сценах Одинаковое Ну типа Да Какую оценку сериалу поставишь Только блять 12 из 10 Нильфы От священной римской империи Ну там все не так просто На самом деле С нильфами То есть Ну вообще Хороший сериал Или хорошие книжки Какие нибудь Хотя бы Немного хорошие Неплохие В них ты не проведешь Однозначные параллели Там Исторические Какие нибудь Да То есть Например Айзенгард Это Сталинград Да То есть Вот аорки Это блять Русский Советский Союз То есть Это немного Не так все Работает На самом деле То есть Или например Игра престолов Это Вот недавно Этот Кабанин Или как его звать Русский националист На стриме У Каргина Сказал Игра престолов Это Как это называлось Это хроники Проклятых королей Или как это хуйня Художественная Ну Новелизация Значит Жизни Французских Монархов Начиная С Филиппа Красивого По моему Не помню Как она Называлась Ну Типа Ну да Охуенно Французских Королей Только Откуда Среди Французских Королей Взялись Блять Ланкастеры И Йорки Например Вот Вот я Этого Немного Не понимаю Тогда Потому что Ну типа Основные Противоборствующие Семьи Блять В Игре Престолов У них Блять Фамилии Старк И Ланнистер То есть Ну человек Который Не дрочил Всю жизнь На фэнтези А читал Учебник Истории В школе Хотя бы Один раз Ну типа У него щелкнет В голове Немножко Про Йорк И Ланкастер Как Как бы Когда он Хуйню Услышит Про Войну Алые Белые Розы Никаких Проклятых Блять Королей Французских В этой Ситуации Нет Если Мы Про Вот Эту Вот Хуйню Там Ну и Если Мы Забудем Про Всякие Дипломатические Браки Там Прочую Хуйню Которая Понятно Куда Ты От этого Денешься Ну вот Это все Таки Все равно Факты Из истории Другой Страны Нильф Священной Римской Империи Отчасти Да Отчасти Нет Как там Женские Персы Вообще Ну В Федьмаке С женскими Персами Проблема Большая Очень То есть Они Они Не могут Сделать Йеннифер Вот Тем Персонажем Которая Она Была В книжках Потому Что У них Есть Свой Образ Сильный Независимый Женщины И Они Будут Его Тщательно Форсить Йеннифер В книжке Она Очень Хочет Детей Не Может Не Не Может Быть Детей Потому Она Волшебница Для Того Чтобы У Него Была Власть Чтобы Быть Сильной Независимой Женщиной Значит Успешным Предприятием И так Далее Она На это Обменяла Способность Иметь детей И поэтому Ее квест В книжках Основной Это Вопреки Законам Природы Вопреки Законам Магии Вопреки Законам Судьбы Получить Способность Иметь детей Завести Ребенка Поэтому Она Там Ищет Золотого Дракона Чтобы Полумифического Чтобы Его Накуканить Пытается Джина В бутылку Поймать Блять И так далее То есть Это Всякие Невозможные Вещи Во вселенной Ведьмака В сериале Это Не передано Потому Что Они Не могут Прямым Текстом Это Сказать Но Я Не дошел Еще До Эпизода С Золотым Драконом Да То есть Они Срезали Все Сюжетные Линии Зачастую Делая Их Абсолютно Бессмысленными Но Зато Они Оставили Голого Мужика Который Встречает Геральта У входа Значит В покое Йеннифер И Просит Его Передать Ей Яблочный Сок Вот Это Обязательно Надо было Вставить Без Этого Вообще Хуйня Сериал Был бы То есть Вот Типа Без Этого Было Невозможно Без Этого Хуйня Блять Полная Без Без Вот Голого Деда Вообще Как Вопрос Распадается Сюжет Сразу В пизду Любительский Польский Фильм Про Ведьмака Не Смотрел Блять Чувак Вот тут Я с Мэдом Согласен Вообще Подписываюсь Под каждым Словом Про Любительский Польский Фильм Про Ведьмака Ну Типа Серьезно Любительские Фильмы Говно Все Вообще Забудьте Об этом Я даже Не буду Пытаться Срань Смотреть Что Думаешь Про Несколько Таймлайнов Одновременно Как по мне Зрители Незнакомого С книгами Такое Повисование Запутывает Полностью Согласен Вообще Полностью Согласен То есть Я Так себе Представляю Что Ты Если Заранее Не знаешь Что там Происходит Ты Вообще В душе Блять Не ебешься Какое Событие Когда Там Потому что Там Даты Не подписаны Нигде Сколько Ведьмаке Глубокого Философского Смысла По шкале От Одного До Десяти Ну Я В этом Вопросе Согласен В общем-то Сапковским Что Художественная Литература Это Не философия И писатель Это Не философ А философ Это Не писатель Они Заняты Принципиально Разными Вещами Но Я считаю Что В художественной Литературе Философии Быть Просто Не Может Да Рекомендую Фильм Выблитки Я бы Кстати Предпочел Если бы Ведьмака Снял Олег Маврамате То есть Вот тогда Было бы Вообще Заебись Во весь Рост Вот Ведьмак В стиле Фильма Выблитки Там Зеленый Слоник Ну Или Как Трудно Быть Богом Германа То есть Ну В принципе Трудно Быть Богом С Ермольником Вот То Что Германы Снимали Это Это По сути Дела Ведьмак То есть Там Единственное Что Надо Персонажи Переименовать Всех И Все Все То есть В принципе Разницы Нет Как тебе Ведьмак Из Польского Старого Сериала Смотрел Ты В смысле Ведьмак Из Польского Старого Сериала Ты Про Актера Который Играл Геральта Что Или Что Или Как Мне Польский Сериал В целом Но Он Старый И Сериал Был Старый Даже Когда Только Вышел Понимаешь О чем Очень Хуево Выглядят Мало Денег У них Было Михаил Джабровский Или Как Там Его Звали Актер Отличный В принципе Он Хорошо Сыграл В фильме 1612 Если Я не Расшибаюсь Кстати Неплохой Фильм Про Смутное Время Не Самый Плохой Россиянский Фильм Вот А Про Ведьмака Польского Особо Больше Сказать Нечего Потому Что Но Мягко Говоря Не Лучше Чем То Что Высрали Нетфликс Там Там Тоже Было Говно Несмотря На То Что Вроде Польский Сериал Никаких Сжей Все равно Просрано Все Примерно Так же Но При Этом Денег С этого Они Получили Значительно Меньше Смоет Стоит Смотреть Сериал Если Я Не читал Ни Единые Книжки Посад Ж Не Играл В Игры По Нему Я Думаю Что Только Так И Стоит Смотри Если Ты Либо Не Смотрел Либо Не Знаком С Каким Первоисточником Либо Он Те Не Нравится То В Принципе Можно Посмотреть При Условии Что Тебе Нравятся Популярные Сериалы Что Нибудь Типа Сверх Естественного Что Такое Это Сейчас Не Шутка Потому Что Сериал Про Ведьмака Это Вот Что То На Уровне Не Знаю Настоящая Кровь То Есть Это Вот Такой Сериал Такого Уровня Такого Типажа Абсолютно Там Вот Как Раз Таки Линия Сюжетная С Становлением Енифер Она Была Добавлена Именно Для Этого Чтобы Он По Форме Был Вот Как Вот Такой Вот Сериал Обязательно Потому Что Это Это Набирает Классы Это Конечно Очень Плохо То 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 Если Те Заходят Массовый Сериал Я Те Не Осуждаю Совершенно Но Вот Те Тогда Реально Зайдет Ведьмак Обсуди Каланта Потому Что Это Пиздец Да Я Королеву Каланта По Другому Себе Представлял Они Сделали Бой Бабы Которые Людей Режут Короче На Поле Битвы То есть Хотя В сериале Уже Есть Такой Персонаж Это Блять Как ее Звать То Вот Эта Королева Которая Ведет Объединенные Армии Ривии И Лирии Или Как Она Называется Да Вячеслав Дацик Да Охуенно Как 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 Зовут В Книжке Мэва Да Мэва Или Мэв То есть В книжке Уже Есть Такой Персонаж Мэва Как Б Нахуя Им Было Делать Всех Женских Персонажей Жаннами Дарк Ебанами Как Серьезно Так Донат Как Те Музыкальное Сопровождение Сериала Ну Вот Тут Кстати Не Подкачали Как Мне Кажется Музыкальное Сопровождение Там Не Такое Плохое Как Вот Я Боялся Что Оно Будет Оно Конечно Не Такое Хорошее Как В играх Да Но В играх Оно Вообще Заебись В играх Саундтрек В третьей части Там Саундтрек Я Отдельно Слушаю Иногда На Ютубе Просто Тут Конечно Он Не Такой Заебись Вы Слушайте Отдельно Но Нормально Пойдет Саундтрек Это Типа Не Музыка Это Аккомпанемент Что Тебе Из всего Больше Нравится Книги По Ведьмаку Игра Или Сериал Игра Пожалуй Пожалуй Игра Да Но В некоторых Местах Книги Но В целом Наверное Игра Сериал Оставил Впечатление Будто Я прошел Мейнквест Третьей части Хотя Самый Срок Был В сайт Квестах У тебя Не было Такого Нет У меня Сериал Не оставил Впечатление Что я Прохожу Игру Потому Что Блять В Игре Сюжет Пизжи Как бы На три Главы Спасибо За подписку Спасибо